Считанные дни остаются до одной из самых важных дат в истории региона. 2 февраля мы вместе со всей страной отметим 79-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В этот день в Музее памяти откроется уникальная выставка. Основы экспозиции предоставлены региональным управлением ФСБ России архивные документы. В рассекреченных материалах разведданные о положении немецких войск под Сталинградом в январе 43-го Одним из первых документов увидел мой коллега Артем Емщиков. В руках исследователей Сталинградской битвы бесценный источник информации. Без малого 80 лет эти документы хранились в архиве регионального управления ФСБ. Пометка совершенно секретна. На каждом листе бумаги стоит не случайно. Ведь это агентурные сведения о состоянии дел противника в Сталинграде перед решающим ударом и разгромом врага. Эти документы попали к нам совершенно недавно, то есть буквально в начале этого года. И захотелось, конечно, их как-то презентовать и представить посетителям для ознакомления. Соответственно, нами были выбраны самые интересные моменты. И также мы попытались проиллюстрировать их соответствующими фотоматериалами. В материалах самые разные сведения. Схемы и расположение обороны немцев. Аналитика материального обеспечения и психологического состояния военнослужащих. Доклады о состоянии мирного населения, которое в январе 43-го подвергалось постоянным грабежам со стороны окруженных войск противника. В центре каждого стенда непосредственно рассекреченный документ. Вокруг него наиболее интересные, по мнению авторов выставки, цитаты, подкрепленные хорошо подобранными фотографиями. Но при этом каждый посетитель выставки может ознакомиться с рассекреченным документом полностью. Как, к примеру, с этой сводкой номер 16 разведданных о положении в тылу противника. Одним из первых, потому что еще совсем недавно этот документ хранился в архиве под грифом «Совершенно секретно». Ветеран органов госбезопасности Юрий Башко, изучая эту выставку, как никто другой понимает, сколько сил, труда и отваги стоит за каждым из этих документов. Такие данные необходимой фронту часто стоили жизни агентам, людям, чьи настоящие имена мы можем никогда не узнать. Это разные категории агентов были. Это были и простые люди, которые находились в тылу. Это могли быть и военнослужащие, которые внедрялись в немецкие подразделения. Надо еще понимать, что в каких условиях проходила вот эта работа чекистов. Потому что приходилось в условиях бомбежки, в условиях обстрелов постоянных, город был в руинах. Работать со своими источниками. Работники переходили несколько раз линию фронта для того, чтобы получать оперативную информацию. Рассекречивание архивных материалов, их обработка и анализ – сложная и деликатная работа. Но благодаря таким документам историки сегодня получают важные источники, которые открывают новые факты и безоговорочно подтверждают уже изученные. Документ рассекреченный позволяет нам еще больше воссоздать вот эту вот обстановку, царившую в Сталинграде, в регионе в конце января 43-го года. Выставка откроется в музей память 2 февраля в день 79-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Познакомиться с экспозицией можно будет до конца февраля.